Привет-привет! Сегодня вспомнила, что как-то давно мы не делали ничего сладенького. Так вот, сегодня сделаем клубничный мусс. Этот мусс можно делать с любыми ягодами, какие вам нравятся. А полный рецепт я напишу под видео. Смотрим и пробуем. Итак, начнем. Я буду делать маленькую порцию. Здесь у меня 150 грамм клубники и 40 грамм сахарного песка. Начнем с того, что разрезаем клубнику. Прямо в сотейник. Клубнику разрезаю, чтобы она быстрее разорилась. Засыпаю сахарным песком и ставлю на средний огонь. Сахар понемногу растворяется. Мы мешаем и заодно немного мнем нашу клубничку. Так я и продолжаю варить и разминать. Жидкость у нас получается как варенье. Выключаю газ. Сейчас вся эта жидкость идет в сито. Протираем. Нам нужно максимальное количество жидкости, которое мы можем протереть из этих ягод. Видно вам? Итак, все косточки и ненужная мякоть остались в сети. И у нас чистый сок. Выжимаю лимонный сок. Мне понадобится столовая ложка лимонного сока, который я буду добавлять сюда, к нашей клубничке. Туда же идут два листа желантина. Теперь это все отправляю обратно в сотейник. Савлю на газ на средний огонь, пока желантин не растает. Итак, сотейник на среднем огне и жду, пока растает желантин. Но не капитите сок желантином. Тогда ничего не получится. Итак, мой желантин растаял. Сок не закипел. Выключаю газ и снимаю сотейник. Я перелила это в другую посуду и оставляю остывать до комнатной температуры. Я буду сервировать в таких стаканах. Для чего мне понадобится 4 печенья дамского пальчика. Я его разрезаю на 3 части. Так будет легче сыр врывать. Теперь для дамских пальчиков развожу полстакана теплой воды, половину столовой ложки сахарного песка и половину столовой ложки лимонного сока. Теперь берем наши дамские пальчики, окунаем воду на 3 секунды и складываем в стакан. Для каждого стакана мне потребуется 6 маленьких кусочков. Если вы хотите, можете класть больше, как кому нравится. Это готово. Откладываем в сторону. У меня здесь 300 миллилитров сливок, которые я буду взбивать и понемногу добавлять 2 столовые ложки сахарной пудры. Откладываем в сторону. Продолжение следует... Продолжение следует... Когда размешали одну порцию, тогда добавляем вторую. Не спешите, понемногу и аккуратненько. Когда все хорошо размешали, перекладываем это в кондитерский пакет. У меня наконечник круглый, без ничего. Начинаем сервировать. Это все идет прямо сверху наших печенек. Кладем сюда клубничку. Продолжение следует... Продолжение следует... как я и говорила мусс вы можете делать с любых ягод какие вам нравятся теперь достаем из холодильника наши сливки второй слой будет сливок украшаем ягодкой вот наш мусс готов так он выглядит поставьте его в холодильник на полчаса или час перед сервировкой приятного аппетита пробуйте и и и и и и